Леонид Константинович, здравствуйте. Добрый день. По осени мы всегда смотрим и считаем, а сколько у нас урожая. Сейчас там цифра за 7 миллионов тонн. Понятно, что когда даже начиналась жатва, мы говорили, наверное, будет недостаток чего-то, и нужно будет закупать. Уже подсчитано сколько конкретно, потому что разные цифры появляются. Кто-то говорит 500 тысяч тонн, кто-то миллион, даже была цифра 2 миллиона. Вот в правительстве вы уже посчитали нужные объемы? Если в прошлом году мы выделяли порядка 4,2 миллиона тонн для нашего общественного животноводства, то в этом году, естественно, будут эти объемы увеличены. 5-900 мы своих будем выделять зерна. Плюс до 500 тысяч мы будем докупать в Российской Федерации. Что я повторяю, до 500 тысяч тонн. Когда обмолоть им полный объем кукурузы, мы будем видеть или 500, или 400, но свыше 500 тысяч мы покупать не будем. Тем более, что у нас еще в закормах есть 100 тысяч тонн продовольственной пшеницы, которую мы сегодня можем использовать на продовольственной цели. Где-то понадобится в какой-то стране мука, можем размолоть эту пшеницу и продать в виде муки. Вот вы уже сказали, что в России будем закупать зерно. Обсуждали ли цены? По какой цене мы будем покупать вот эти недостающие объемы? В соответствии с постановлением святом министра Республики Беларусь установлена цена размера 12 500 российских рублей за одну тонну без НДС здесь, на территории Республики Беларусь. Поэтому проведена большая работа. Нам удалось сконтактировать с предприятиями Российской Федерации. И поставляется в настоящий момент 500 тысяч тонн. И по этой цене по 12 500. В переводе на белорусские рубли – это цена 418 белорусских рублей за одну тонну. Плюс еще 9 рублей за комиссионные сборы, за пользование кредитными ресурсами и за аккредитив. Поэтому цена 427 рублей – это практически цена нашего внутреннего рынка, нашего отечественного зерна. То есть мы покупаем по себестоимости. Поэтому до 500 тысяч – это тот объем, который нам необходим. А если говорить про наш экспорт, что показывают цифры? Вот за последние 7 месяцев больше мы продали, меньше. Может быть, открываем новые рынки. На какие-то рынки стали больше продавать. В настоящий момент по этому работе за 7 месяцев экспортная выручка составила 4 миллиарда 177 миллионов. На 4,6% меньше молочных периодов прошлого года. На то, что мы продали больше мяса-мясопродуктов на 14 тысяч тонн, цена снизилась на мировом рынке на 4,6% пункта. Мы, естественно, выручки взяли больше, но в целом доходность от этого объема должна быть выше. По молочным продуктам мы продали больше масла на 10 тысяч тонн, больше молочных сливок на 8,6 тысяч тонн, сырого и творога на 2,3 тысяч тонн. Здесь мы тоже самое имеем выручку в миллиард 639 миллионов. Но уменьшилась цена на 11%. Доходность могла бы быть больше, но она осталась, к сожалению, меньше. Конечно, стоит упомянуть и работу нашей БНБК. Как себя чувствуют предприятия? Загружены ли мощности? Хватает ли продукции для внутреннего рынка? Что-то отправляем на экспорт? Предприятие работает уверенно. В настоящий момент выпускают продукцию, которая пользуется огромным спросом внутри Беларуси и за пределами. Сегодня предприятие не имеет прослушившей задолженности. Финансовое состояние предприятия достаточно устойчивое. Мы наблюдаем увеличение выручки ежемесячно. Торгуют сегодня с российскими регионами. Торгуют внутри Республики Беларусь. Загружаются мощности по аминокислотам, по премиксам, по комбикормам. Достаточно в наличии продовольственных зерна, достаточно в наличии фуражного зерна. Поэтому ресурсная база для производства той продукции, которая требуется до 100% загрузки, она имеется. Говоря про загрузки заводов, конечно, сейчас сахарные начинают работать с новым урожаем сахарной свеклы. А с прежним урожаем мы все запасы свои распродали? Либо все-таки остались еще на складах? И какие виды на нынешний урожай? У нас осталось на 1 сентябра 23 тысячи сахара. Это ровно столько, сколько нам необходимо для внутрирынка до момента запуска наших заводов. Запущены в работу все 4 завода, вышли на полную мощность. Началась уборка, безусловно, сахарной свеклы. Уже накопано более 400 тысяч тонн. Посеяно на 8 тысяч больше мысли 2022 года. Сейчас урожай на 100 сентябра выше 2022 года. И по оценке ученых, практически ожидается урожай в 5 миллионов тонн. Это полная загрузка наших сахарных предприятий. Мы ожидаем, естественно, выход сахара значительно выше, чем в прошлом году. Республика Беларусь не только будет обеспечена собственным производством сахара, но и будет значительный экспортный потенциал. А говоря про внутреннее потребление, сколько в среднем в год беларусы съедают сахар? Вот потребности нашего рынка. Мы ежегодно в пределах 380-400 тысяч. Мы делаем себе внутри Беларуси запас 20-30 тысяч. На всякий случай, если повысится спрос. Все остальное продаем на внешних рынках. Активные работы на полях идут и по уборке нашего второго хлеба, я имею в виду картофеля. Вот когда планируем уже завершить ее и что показывают объемы? В этом году достаточно неплохой урожай картофеля. Урожай превышает уровень прошлого года на 30 сетнеров. Этот урожай позволит нам обеспечить производство картофеля более миллиона тонн. Это выше аналогичного периода прошлого года. Миллион 79 тысяч было в прошлом году, но в этом году более миллион 100 тысяч тонн. Нам с этого объема всего лишь 4% необходимы для того, чтобы обеспечить закладку стабилизационной фонды. Но я думаю, что в начале октября завершим уборку. А есть уже прогноз по ценам на картофель и другие овощи? На картофель в этом году не вырастет в цене. И овощи, которые будут заложены в стабилизационной фонде, в целом будут в разумной цене для потребителей. Что касается других крупных культур, это гречиха, например, проса. Сейчас убираем, на какие объемы рассчитываем. Например, нужно ли будет докупать нам ту же гречиху? Гречиха, внутренняя потребность в крупах 20 тысяч тонн. У нас на складах еще имеется 8 тысяч тонн. Нам не хватает 12 тысяч тонн. Если домолотить, необходимо порадки 18 тысяч тонн, чтобы иметь полный объем гречихи. Поэтому у нас государственный заказ, цикл, что надо 30 тысяч тонн. Мы его выполним в полном объеме. С 30 тысяч тонн мы получим 20 тысяч тонн гречихи. Ровно столько, сколько нам необходимо на год. А 8 тысяч тонн – это запас, который есть в нашей стране. Если надо будет с кем-то поделиться, мы готовы это выполнить. И в целом мы планируем завершить текущий год с прибавкой валовой продукции сельскохозяйства. Крайней мере, перешагнем уровень 2022 года. Это про всем том, что мы имеем недобор зерна. Все-таки за счет картофеля, сахарной свеклы, рапса, который намолотили более 100 тысяч тонн в текущем году. А цифры составляют на сегодняшнюю дату 1 миллион 30 тысяч тонн. Это впервые такой результат, который достигнет наше государство за все существование. Поэтому планируем превысить валовую продукцию 2022 года на 2-3%. Станперца будет такой задачей. Спасибо вам большое. Спасибо вам.